Рад всех вас видеть здесь. Спасибо, что пришли. Давайте я кратенько расскажу о себе, буквально пять слов, и расскажу о том, чем мы сегодня займемся, а потом начнем двигаться. Меня зовут Ленур, как уже сказали. Я в свое время закончил факультет журналистики, мечтал, хотел стать газетчиком, и профиль у меня был газетный, но потом все поменялось, появился интернет, и так получилось, что я прошел практически, побывал во всех ипостасях, которые возможны для журналиста, работал в газетах, работал в газете Каберсант, работал в местных локальных изданиях, возглавлял крупный достаточно сайт с посещаемостью до 200 тысяч в сутки уникальных пользователей. И в последнее время я публикуюсь во многих деловых изданиях, это Forbes, в журнале Огонек я публиковался, и сейчас я работаю в русской версии американского журнала для предпринимателей, который называется Inc. Возможно, кто-то из вас слышал, проект запустился около двух лет назад, и так получилось, что я в нем работаю буквально с первых дней, и занимаюсь там, ну я редактор, то есть не главный, чтобы вы понимали, я занимаюсь редактированием текстов, участвую частично в планировании и так далее. Сегодня мы поговорим об особенностях современного медиаландшафта, о том, в каких условиях приходится сегодня работать журналистам, ну и медиа вообще, и немножечко поговорим о потребностях аудитории и ознакомимся с несколькими такими лайфхаками по планированию, по отбору тем и по мультимедийным историям. Десять лет назад проводили исследования в США и пришли вот к таким цифрам, что современный американец потребляет в день медийные продукты, то есть тратит на потребление медийных продуктов около девяти часов своего времени. Ну вот если вы посмотрите на вот ту картинку, там, конечно, плохо видно наверняка, но все-таки я вам расскажу там, что на те или иные медийные развлечения у человека уходило три с половиной часа, ну это конечно средняя температура по больнице, как говорится, но тем не менее дает представление в целом. Где-то два с половиной часа уходило новости, ну там меньше часа на микроблогинг, где-то полтора часа на зависание в социальных сетях и около часа на игры. Вот. Обратите внимание, что вообще к медийным продуктам отнесли не только то, что мы как бы привыкли, да, относить к медиа, то есть новости там, ну в какой-то части социальной сети, но и игры и развлечения. И это очень важный момент на самом деле, потому что он нам позволяет понять, что ситуация для нас, для журналистов и для медиа в целом, как бы изменилась к худшему. Почему? Каких-то там лет 20 назад, условно говоря, журналисты, ну издания, да, газеты, телекомпании там конкурировали друг с другом за внимание аудитории. Правда? Сейчас нам приходится конкурировать не только друг с другом, но и конкурировать с различными, ну во-первых, социальными сетями, да, все вы представляете, конечно, хорошо знаете, те, кто в журналистике однозначно знают, как ваша аудитория зависает в Инстаграме, да, в Фейсбуке, и как ее сложно оттуда вытянуть к себе. Также игры отнесены к медиа, потому что люди играют и с этим ничего поделать невозможно. То есть если человек играет, то ему не до новостей. И таким образом 9 часов. Как вы думаете, что сейчас? Прошло 10 лет. Как поменялись цифры? Есть какие-то мнения у кого-то? Да, пожалуйста. То есть социальные сети стали больше, да? Ваше мнение. Еще какие-то мнения? Да, пожалуйста, Голи. А вот у вас сзади микрофончик. Ну, конечно, соотношение поменялось, то есть, наверное, верхняя часть пирамиды. Я так понимаю, это вот где интернет, да, или нет? Самая верхняя, где час? Да. Вот это, это игры. Вот это. А, игры, да? Да, да. Ну, вот, наверное, вот верхняя и за ней следующее возможно... Даже вторая, наверное, она, наверное, сейчас больше занимает... Пропорция стала больше. Да, пропорция стала больше. Почему? Потому что вот сейчас даже если следить по аналитике, разумеется, вот у нас все практически заходят, это 80-90 процентов, это все с мобильных телефонов на те же наши новости. То есть сейчас в основном все сидят в этих социальных сетях, и им важно даже, чтобы вся эта информация тоже была. Там игры там, им там уютно, хорошо, и вся реклама там, и новости там, то есть совершенно не собираются туда выходить-то. Поэтому, наверное... Вы это замечаете по своей работе, да? Да, нам, как медиа, надо стараться просто тоже как бы вот учитывать это, и, может быть, там постараться им давать эти новости, которые могли бы быть... Вот хорошая мысль, но мы к ней вернемся обязательно, потом еще об этом поговорим. Хорошо, есть? Спасибо большое. Скажите, есть ли у вас какое-то мнение о том, вот 9 часов общее потребление, да, тратили времени 10 лет назад. Сколько часов сейчас тратят на медиапродукцию человек в среднем? Как вы думаете, есть какое-то мнение у кого-то? Да, пожалуйста. До 15. Ну, вы, конечно, да, сильно так сказали. Хорошо, а еще какие-то мнения? Нет мнений. Ну, в целом, вы правы, конечно, просто вы как-то сильно гипертрофировали эту ситуацию. До 12 часов, да. Потому что до 15 это уже было бы, я не знаю, это был бы удар по здоровью человечества, наверное, совершенно сильный. Так и есть, да, в принципе, так и есть. Да, мы тратим на медиа еще больше. Печальная новость, плохая новость в том для нас всех, что на новости как таковые люди стали тратить меньше времени. И нам, для нас, как людей, которые привыкли делать новости, так как мы их делали 10 лет назад, условно говоря, это, конечно, очень плохая новость. Но ситуация, конечно, совершенно небезнадежна, и медийное сообщество мировое предпринимает какие-то шаги, ищет новые модели, ищет новые какие-то методы работы. И, в частности, часть этих методов как раз связана с ожиданиями аудитории, с тем, что аудитории надо давать то, чего она хочет. Об этом сейчас будем тоже говорить. Вот еще в чем загвоздка всей этой ситуации. Потребление растет, количество контента при этом тоже, как вы понимаете, растет просто с катастрофической скоростью. То есть, новые сайты появляются, новые аккаунты, новые паблики в соцсетях, в инстаграме, телеканалы, всякие платные телеканалы. Все это растет, растет, растет просто с гигантскими скоростями. Но количество часов в сутках, к сожалению, наверное, не увеличивается. Остается 24 часа. В результате конкуренция за внимание аудитории, вот сейчас, просто по сравнению даже с 10-летней давностью, это уже две большие разницы, как говорят в Одессе, откуда я вчера прилетел. Что поменялось в модели потребления контента с точки зрения аудитории? Первая и главная проблема – это информационный шум. Современный человек находится постоянно под атакой со всех сторон. Ну, вы можете это судить по себе, да, то есть, с самого утра, когда вы просыпаетесь, когда открываете глаза, на вас начинают обрушиваться в той или иной форме медийные продукты. То есть, контент, он звучит по радио, вы открываете мобильный телефон, к вам приходят пуш-уведомления, какие-то оповещения, вы заходите в социальные сети, там вас преследуют новости, видеосюжеты и так далее, и так далее, и так далее. Со всех сторон на нас движется большой вал информационного продукта. И, кроме того, очень важный момент, что, как вы знаете, сейчас стоимость производства контента уменьшилась просто ниже плинтуса. Если раньше, когда-то, когда изобрели печатный станок Гутенберга, производить контент было очень дорого, и этим занимались только специализированные организации, газеты, потом телекомпании, то сейчас контент произвести может любой человек. Ему достаточно для этого достать смартфон, записать какое-то ДТП, свидетелем которого он стал, и что он сделает дальше, все вы прекрасно знаете, он выложит это в сеть. Таким образом, он тоже становится нашим конкурентом. Просто какой-нибудь студент, вдумайтесь, становится нашим конкурентом, потому что теоретически его ролик может собрать больше лайков, шеров, чем наш журналистский продукт, над которым мы потели там, может быть, неделю. Согласны? Вот журналисты, которые здесь сидят, думаю, уверены, что они с этим согласны. И мы получили ситуацию, когда, если раньше журналист, ну, газета, скажем, ну, вот здесь условно эта формула звучит, как один говорит, все слушает, то сейчас все произошло, все перернулось с ног на голову и стало, все говорят и никто не слушает. Контента очень много, и люди настолько обленились, что для большинства людей сейчас модель потребления контента звучит следующим образом. Я не хочу ничего читать и при этом хочу все знать. Вот примерно так, ну, они как бы сами это не осознают, но подсознательно это происходит именно так. Какие-то выводы мы из этого должны сделать, согласны? Вот какие выводы мы будем делать, сейчас тоже об этом поговорим. Еще один важный момент. Обратите внимание на два способа потребления контента. Вот первый, да, вы видите эту девушку в транспорте, которая там ковыряется в своем смартфоне. Эта модель называется, ну, по-английски это lean forward, да, это не дословный перевод, это просто перевод, что для понимания, как бы, что это имеется в виду. Читаю на ходу. То есть человек может потреблять контент, находясь в транспорте, сидя там в очереди к стоматологу, зайдя в супермаркет и стоя, опять же, в очереди в супермаркете, да, когда перед ним там 10 человек, он достает смартфон и тоже куда-то заглядывает и так далее. И вторая модель, lean back, то есть откинулся назад, удобно расположился, у меня есть время, я заварил себе чашечку кофе, возможно, даже закурил сигару и не спеша, с наслаждением, читаю сегодняшнюю утреннюю газету Times или там, я не знаю, комсомолку или что кому-то по душе. Ну, задам вопрос, наверное, он, скорее всего, будет риторическим. Какая модель сегодня правит баллом? Конечно же, первое. И это, опять же, нас побуждает сделать какие-то выводы с точки зрения производства нашего контента. Какие, кстати? Давайте поговорим об этом кратенько. Как вы думаете, что мы должны учесть в своей работе, чтобы соответствовать ожиданиям вот этой вот первой части, основной аудитории? Та аудитория тоже, кстати, есть, чтобы вы понимали. Есть та модель, она по-прежнему есть, но, конечно, совершенно не в таких пропорциях, как это было когда-то там. 20 лет назад это была, наверное, основная модель потребления контента, потому что люди покупали газеты в киосках своих печатей, приходили домой или выписывали на дом. Сейчас, по-моему, это вообще какая-то большая редкость, да? Поужинал, сел в кресло и почитал газету. Есть эта модель, еще есть. Но вот первое, конечно, преобладает. Какие выводы мы должны сделать сегодня, чтобы соответствовать вот этим ожиданиям? Человек имеет очень мало времени. Да, пожалуйста. Вы имеете в виду оперативность? А вы думаете, она важна для этого человека? Вот, да, вот это вот совершенно верная мысль. Производить тот контент, который ему будет удобно потреблять вот в этом формате. Правильно я вас понял, вашу мысль? Конечно. Как вы думаете, вот когда вы сидите там в автобусе, троллейбусе или в метро, удобно ли вам читать большой текст? Конечно, нет. Удобно ли вам читать текст, даже если он небольшой, маленькими буквами? Нет. А что вам удобно? Что вы сказали? Совершенно верно, оба участника совершенно верные мысли сказали. Да, во-первых, конечно же, как было верно сказано, роль видео просто выросла очень сильно. Потому что человеку, который толкается в маршрутке там или еще где-то, конечно, видео потреблять намного проще. И особенно, вот вы очень правильно сказали, если это еще и титры, да, то есть беззвучные, видео без звука. Может быть, вы знаете американский сайт NowThis, такой очень популярный, очень крупный. Я, кстати, работаю в проекте сейчас, кроме вот совмещаю работу в Инк, совмещаю с таким локальным национальным таким медийным проектом, у которого основная модель контента как раз именно такая, видео с титрами. Мы это сделали несколько лет назад, года три назад, и аудитория оценила, потому что это действительно хороший формат с какой точки зрения? Что человеку, который сидит в автобусе, ну, очевидно, да, что включить звук и слушать, там, я не знаю, новостной выпуск или какой-то сюжет со звуком тяжело. Просто тяжело, потому что он что-то не расслышит, да, и, возможно, ему будет не очень хочется, чтобы кто-то слышал, что, ну, слышал, чем он там вообще занимается и о чем он там смотрит сюжет, да, согласны? А титры, пожалуйста, они ни к чему не обязывают, они очень удобны. Да даже если вы сидите на совещании, или вот у нас тут есть три студента, сидите на лекции, которая скучная, надеюсь, наша лекция не скучная, если вы сидите на этой лекции, да, и не хотите, чтобы преподаватель знал, что вы сидите, развлекаетесь, смотрите котиков, то вам тоже, конечно, хотелось бы смотреть видео с титрами. И вот правильно сказала девушка, что тексты, да, очень сильно поменялись тексты, потому что, во-первых, они, конечно, должны быть меньше, это очевидная вещь, много не прочитаешь, вот в первом формате, и, во-вторых, конечно, это шрифты, которые давным-давно, я, меня, честно говоря, пугают сайты, до сих пор много сайтов, которые, у которых кегль, да, там очень-очень мелкий шрифт. И это, я не понимаю, что мешает редакциям просто увеличить этот шрифт, это делается там, ну, в течение, там, 10 минут, любой ваш технический работник это сделает очень быстро, и вы сразу таким образом, во-первых, увеличите долю просмотров вот этой аудитории, во-вторых, вам скажут большое спасибо люди преклонного возраста, потому что им тяжело читать мелким шрифтом, это было всегда, и сейчас ничего не поменялось. Вот, и вы сказали, что тексты должны быть проиллюстрированы, то есть это визуальный контент должен быть, ну, обязательно должен присутствовать. Визуальный контент потребляется в первом формате достаточно хорошо. Ну, вот еще несколько таких штрихов, буквально штрихов к тому, что сейчас происходит. Ну, вот первое понятие newsfeed вы, конечно, скорее всего слышали, это сегодня преобладающий формат с точки зрения потребления контента в том плане, что, ну, откуда люди вообще приходят на медиа-сайты, откуда они попадают на новостные сайты, на сайты телекомпаний и так далее, откуда, скажите мне, соцсетей, конечно. То есть сегодня один из самых главных источников трафика для всех, ну, слово трафик всем понятно? Есть кому непонятно, ну, чтобы мы прошли дальше сразу? Трафик, да? Недорожный трафик, который в сети. То есть аудитория, откуда приходит аудитория, да, вот в данном случае мы об этом говорим. Конечно же, из соцсетей, из поисковиков. Из соцсетей большая часть сегодня, я думаю, что практически у всех ведущих сайтов, большая часть соцсетей. А в чем особенность newsfeed? Скажите мне, в чем особенность newsfeed? Что происходит? Вот человек, который листает эту бесконечную ленту Facebook или Instagram. Что там, вот что для нас хорошо и что для нас плохо, для медийных организаций, для медиа? В том, что он вот это листает постоянно. Совершенно верно. Он не задерживается. Он научился, современный человек, научился это делать очень быстро, пробегать по заголовкам, причем с какой-то очень большой скоростью, заметьте по себе, я уверен, вы точно так же это делаете. И таким образом он, зацепить его внимание стало очень трудно. Чем мы можем зацепить его внимание? Заголовком и картинкой. Совершенно верно, иллюстрацией. Вы знаете, да, что, возможно, слышали, что произошла определенная мутация с человеком, с физиологической точки зрения какая-то. Мутация произошла с пальцем большим. Знаете, да? Вы залыбались просто. Да, ну не скажу, что у него форма поменялась, да. Но то, что его способности поменялись, это правда, это доказано. То есть раньше большим пальцем, чтобы вы понимали, только кнопки, там прикнопывали кнопками бумагу там к стене, да. Ну как бы большой палец, он опорный, да, и как бы он всегда был для таких каких-то грубых действий, таких достаточно, где надо надавить там на что-нибудь. Сейчас большой палец очень гибкий, он работает очень быстро, потому что именно им, ну многие люди как бы сидят в соцсетях со своих смартфонов. Реальная мутация людей, чтобы вы понимали, да. И это вот опять же условия, в которых мы работаем. Вторая строчка, пять экранов. Контент сыпется на головы людей с пяти разных экранов. Это минимум, кстати, пять. Число экранов растет. Еще пять лет назад я говорил о трех экранах. Какие экраны, назовите, кто скажет, с каких экранов идет контент? Что-что? Да, вот мы уже даже больше пяти назвали, если вы заметили, да. Ну еще часы вы заметили. Сейчас еще часы появились, и многие люди уже с часов потребляют контент. Что вообще удивительно, да. Что еще? Непрерывность. Людям, конечно, нужен непрерывный контент. Раньше газету купил, прочитал от корки до корки, контент закончился. А сейчас контент не заканчивается никогда. Все вы наверняка ловили себя на мысли о том, блин, хватит уже листать эту ленту, да. Остановиться надо, заняться делом, да. Бывает у вас такая прокрастинация, да, когда у вас на носу висит еще десять дел, которых надо все сделать, а вы зависаете в своем инстаграме или фейсбуке, да. Непрерывность контента, она постоянная, он всегда. И интерактивность. Раньше человек, я, кстати говоря, настолько древний, что застал время, когда в газетах, ну, был отдел писем, который получал вот эти вот стопки бумажных писем каждый день. Каждый день два-три сотрудника сидели в этом отделе писем, как правило, это были женщины, вскрывали конверты, открывали письма, читали их, и что-то шло в печать, а что-то шло в работу. Ну, то есть отдавалось в отдел какой-то, и в отделе с этим письмом работали. Было так. То есть интерактивность, обратная связь с аудиторией была очень длинной. Когда ты покупал газету, и тебя какая-то тема очень сильно взволновала, да, тебе надо было сесть, написать ручечкой на бумаге, письмо, отнести его на почту, запечатать конверт и отправить, и ждать еще, пока она там дойдет, два-три дня, потом еще несколько дней, когда тебе придет ответ и так далее. Что сейчас вы все знаете? Нажал комментировать и написал, да вы козлы, да, условно говоря. Вот сразу интерактивность моментальная просто. Информационный шум, я об этом говорил. Фрагментированное потребление. Тоже интересный момент. Опять же, очередная мутация человека, только уже на уровне не физиологическом, а скорее психологическом. Кто у нас психолог тут? Вот я забыл. Где? Я потерял просто его. А, вот, психолог. Да? Вы замечаете, фиксируете такую штуку у людей, что у людей вот короткая память стала, что людям очень тяжело стало запоминать какие-то вещи. Раньше человек читал книгу и, ну, помнил ее, по крайней мере, еще неделю. Сейчас он ее забыл уже на следующий день. То есть память стала очень короткой. Все опять же из-за того проклятого ньюсфида, потому что люди потребляют вот в таком формате, фрагментированном, кусочками, мелкими. Внимание человека научилось переключаться очень быстро. Первый заголовок, который он встретил, там, я не знаю, о розыске, там, вчерашнего бывшего президента, а следующий заголовок про котиков. Но он каким-то образом умудряется это все сразу проглотить, переварить, понять, нужно ли ему это читать и идти дальше. То есть вот это вот фрагментированное потребление в режиме фастфуд часто сравнивают с фастфудом это дело, потому что одно дело, когда вы сидите не спеша, едите там блюда, да, от кутюр там ресторан какой-то, и другое дело, когда вы на улице едите шаурму. Да, это разные вещи, как бы, в очень быстром режиме. Вот, таким образом поменялись все шесть ключевых составляющих медиа. Вот они на экране. Ну, вообще это медиа, медийный продукт, вообще медиа, это вот состоит из этих шести главных таких вот вещей. Аудитория, то есть она поменялась, поменялись ее привычки, поменялся формат потребления контента, поменялся сам контент, о чем мы сейчас с вами говорили уже кратенько, поменялся персонал, ну, то есть сотрудники медиа тоже очень сильно поменялись, потому что если раньше, то есть компетенции журналистов очень сильно тоже поменялись. Все опять же из-за этих вот изменений. Упаковка и дистрибуция тоже поменялась очень сильно, потому что сейчас нам недостаточно производить продукт для одной платформы. Сегодня мы работаем в условиях мультиплатформенности, когда надо производить контент и упаковывать его сразу для сайта, для мобильной платформы, для мессенджеров, для соцсетей и так далее, и так далее. Поменялись метрики, то есть раньше мы там все цифрами измеряли, да, тираж. Какой у тебя тираж? 20 тысяч, отлично, у меня 40. Померились, да? Сейчас этого недостаточно. На вашем сайте может быть 100 тысяч аудитория, а у другого человека будет аудитория 500 человек. Но тот второй может зарабатывать больше. Я вам приведу такой пример сейчас, вот просто парадоксальный, да, совершенно парадоксальный пример, совершенно реальный, совершенно реальный пример. В Украине был, по-моему, даже и сейчас он есть, журнал, который называется, внимание, народный депутат. То есть журнал под названием народный депутат предназначен для народных депутатов. В Украине в парламенте 450 депутатов. Тираж журнала 450 экземпляров. Как вы думаете, прибыльный этот журнал или нет? Почему? Да, вы сказали, прочитайте мои мысли просто. Совершенно верно, мега прибыльный журнал, мега просто. Потому что, во-первых, он распространяется бесплатно, его кладут на сидение каждому депутату. Вот он пришел на работу, у него там лежит этот журнал, свежий выпуск. Во-вторых, в этом журнале реклама безумно дорогая, безумно. Потому что аудитория этого журнала 450 миллионеров. Согласны? И приходя к любому рекламодателю, скажем, продавцу автомобилей Porsche, или продавцу ювелирных изделий каких-то очень дорогих, когда рекламный агент от журнала приходит, он говорит, раньше было бы так. Ну и в принципе спрашивают, а сколько у вас тираж? 450 экземпляров. Да, вы что, ищите дураков. Нам надо побольше, 100 тысяч. Да, но это 450 миллионеров. И это совершенно другой подход. И все рекламодатели дают туда рекламу. Метрики сильно поменялись, потому что сегодня просто тиража недостаточно. Очень важен показатель вовлеченности вашей аудитории. То есть ваша аудитория должна не просто к вам там иногда изредка заходить на сайтик там или на мобильную платформу вашу. Она должна быть вовлечена. То есть проводить там больше времени, как можно больше времени. Это очень важный показатель. Как можно больше там производить действий. Кликать, то есть совершать внутренние переходы, комментировать что-то. Это же, кстати, очень прямо вот относится и к инстаграм-пабликам, и к вашим там сетевым каким-то проектам. Потому что если у вас в инстаграме, у вас может быть там 100 тысяч человек, аудитория, да, и при этом вы собираете там 100 лайков, условно говоря, ваша публикация. Ну, любой рекламодатель будет над вами смеяться. То есть, ну, более-менее разумный рекламодатель. Конечно, встречаются и такие рекламодатели тоже, которые смотрят только на цифру. Да, одних цифр тиража недостаточно. Вовлеченность – важный показатель. Ну и монетизация. Поменялась сама схема монетизации вообще изданий. То есть зарабатывать стали не только прямым путем. Ну, самый прямой и такой классический метод монетизации медиапроектов. Их было, в общем-то, две модели. Первая – это модель продажа контента. То есть, когда вы продаете доступ к своему контенту. Ну, скажем, если опять же вернемся к бумажной газете. Бумажную газету вы должны, прежде чем ее прочитать, ознакомиться с ней, вы должны ее купить. Правильно? Либо модель монетизации внимания аудитории, так называемая бесплатная рекламная модель, когда вам предлагают контент бесплатно, но при этом вам за это пичкают рекламой. Ну, по этой модели, собственно, работает большинство эфирных телеканалов. Вы же включаете телевизор, с вас же денег телевизор не просит. Но вы за это платите своим вниманием, тем, что вы смотрите эти рекламные блоки между программами. Правильно? Но сейчас с монетизацией происходит нечто вообще невообразимое, потому что обе модели дали сбой очень большой. Подписная модель вот так, где надо было платить за контент, сами понимаете, попробуй сейчас человека заставить заплатить за твой контент. Это очень сложно, хотя можно, возможно. У меня есть об этом большая целая презентация, но это не тема нашего сегодняшнего разговора. И рекламная модель тоже сломалась, дала сбой, потому что, возможно, вы слышали такое понятие, как баннерная слепота. Слышал кто-то такое понятие? Нет. То есть люди, это еще одна мутация людей, это третья уже сегодня по счету, люди научились просто не замечать баннеры. Просто не замечать вообще. То есть если, ну это проводилось такое прямо вот исследование, да, оно проводилось современными методами. То есть как выглядит классический наш сайт? Ну сайт, который там условно говоря создан был 15-20 лет назад и работает все это время, как говорит мой коллега Олег Хоминок, не работает, не приходя в сознание. То есть что происходит? Да, он не меняется. Вот здесь у него логотип, да, вот здесь у него что? Ну баннер. А здесь контент. То есть классическая как бы такая схема, да, часто еще вот по бокам обвешивают баннеры, да, вот так вот. В 0,02 там, ну хорошо, если 0,1 там условно говоря процента кликает. То же самое в Инстаграме. Если вы, в Инстаграме кто-то из вас ведет паблики, то 5% аудитории, если вас там лайкает и комментирует, это хорошо. Это даже отлично, в принципе, для Инстаграма. Потому что большая часть крупных проектов, ну я не говорю там о частных страницах, да, личных, которых там 300-500 человек, друзей, все тебя любят и все тебя лайкают. И просто даже из уважения, просто из любви к тебе они просто лайкают. Но когда человек потребляет контент с паблика, который там, ну, рассказывает там новости или какие-то видео смешные постит, то там не будет большого процента, там будет 5. 5% это будет очень хороший результат. Таким образом, поменялось у нас практически все, и с точки зрения нашей сегодняшней темы, для нас самое важное, это то, что поменялись первые две вещи. Аудитория и контент. Мы сегодня не будем говорить об остальном, это темы для больших других презентаций, для больших других встреч. Вот две вещи, которые нас сегодня интересуют. В первую очередь, это изменения с точки зрения потребностей аудитории и изменения с точки зрения упаковки контента. То есть производства и планирования упаковки контента. Вот наверху написано, думать одними лишь текстами ошибка. Как большинство издателей думало всегда? Ориентация шла в первую очередь на контент, на текст, на текст. Текст, может быть вы слышали такое выражение, контент is the king, да, то есть контент это король. Если у вас нет хорошего контента, какая бы у вас ни была модель работы, бизнес-модель, какая бы у вас ни была там, я не знаю, схема монетизации или что угодно, нет хорошего контента, нет успеха. Но в контенте, контент раньше, да, я же говорю еще раз, упор делался на текст. Мы делаем текст, мы его придумываем тему, мы планируем текст, пишем и публикуем. И возможно, возможно, еще добавим к нему картиночку, да, какую-нибудь, может быть даже очень часто иллюстративную. В гугле там нашел картиночку какую-то и прицепил, нормально. Главное, чтобы человек заметил, что у меня есть картиночка, да. Сейчас этого недостаточно. И вот здесь вот есть справа, посмотрите, такая штука, да, это, в общем-то, больше к типографике относится, к тому, что, как ты, как что люди увидят. Ну вот, сперва ты прочтешь это, да, то есть человек сначала видит, там чаще всего картинка и заголовок, да, в центре, он всегда увидит сначала это, потом он заметит под заголовок, то, что внизу, и вот в самую последнюю очередь он увидит, вот то вон меленькое, видите, в самом низу, в самом-самом низу. Это вот наш текст как бы. Он в последнюю очередь его заметит вообще. То есть, но пока он его заметит, он, скорее всего, вас пролистнет. Потому что, если его не зацепите там, наверху, вот этими крупными блоками, то, скорее всего, он просто вас не дойдет до вашего текста. Если в вашем тексте было самое вкусное все, то вы считаете, что вы упустили этого читателя, он пошел дальше, он побежал дальше. Поэтому переходим к самому главному сейчас. При планировании, отборе тем и планировании публикаций мы должны просто поменять подход радикальным образом. Раньше мы думали, так, ну, планерки, да, как проходили планерки вообще, как бы всегда. Я участвовал миллион раз в этих планерках, хорошо знаю, как это проходило. Чаще всего собирались журналисты и думали, так, ну, что, ребят, что там интересного происходит? И начинали обсуждать, да, так, ну, вот это, вот это, давайте вот это возьмем, давай вот это тоже сделаем, да, вроде неплохо звучит, тоже должно зацепить, нормально, все пойдет. Раскидали темы, раскидали задачи журналистам, журналисты пошли в поле, вернулись, редакторы отредактировали, опубликовали. Ну, такая стандартная схема работы, просто вековая, да, веками это было, длилось. Вот сейчас правильный подход, это, ну, грубо говоря, там, плясать от потребности аудитории, попробовать себя поставить на место читателя. Это очень важный момент, потому что, еще раз возвращаясь к тому, о чем мы до этого говорили, что очень мало времени на то, чтобы зацепить внимание нашего читателя. Очень мало. Если то, что мы ему предлагаем сейчас в форме контента, никак не соответствует его ожиданиям, никак не соответствует его интересам, шансов у нас зацепить его очень мало. Поэтому первое, что мы должны сделать для себя, это ответить на два ключевых вопроса. О чем мы будем рассказывать и что еще? Для кого? О чем и для кого? Так, ну, я вот смотрю, сейчас у нас так, кофе-брейк у нас через 20 минут, да? В час, да, кофе-брейк? Давайте тогда, ну, давайте продолжим сейчас еще один момент, дождемся кофе-брейка. Смотрите, еще очень интересное исследование, просто, ну, очень любопытно мне показалось. Провели следующую штуку. Отчего умирают американцы? Вы видели это, да? Нет? Просто кивали. Отчего умирают американцы? Провели исследование, и вот посмотрите, что, с каким интересным выводом пришли исследователи. Прошу внимания на экран. Вот это первый столбик, от чего они реально умирают. Ну, это реальные причины смерти в США. То есть, сердечные, да, какие-то, ну, инфаркты, инсульты, там, рак, дорожные, ну, ДТП. Тут, значит, такое перечисление, тут Альцгеймер, вот, инсульт, диабет, потребление наркотиков, там, что-то еще, пневмония, суициды. Обратите внимание. То есть, самоубийство, суициды, да? Это первая колоночка. Вторая колонка, это результаты поисковой выдачи Гугла. То есть, что ищут люди в Гугле на тему смерти. Посмотрите, на первом месте что? Рак. Вы видите, да, уже несоответствие? Такое, просто сразу мы видим несоответствие с реальностью, несоответствие с реальностью. Дорожные инциденты, ДТП. Вы же помните, где они были тут у нас? Где они тут были? Вот они. Они выросли, да? И так далее. Ну, это, а, вот здесь вот у нас еще появилась такая очень интересная, посмотрите, штучка. Терроризм. Как вы помните, здесь его не было вообще. Вот он терроризм. Вот он. Видите? Жертвы терроризма, вот он, реальные жертвы терроризма. 0,01. В поиске Гугла терроризм находится, уже забирает 7%. Но самое интересное начинается дальше. Самое интересное это две колоночки. Это Нью-Йорк Таймс и следующая колоночка Гардиан. Ну, как вы понимаете, это издания, которые, ну, достаточно серьезно относятся, да, вообще к своей работе. И вот, что мы видим. Посмотрите, насколько отличаются данные в этих изданиях от реальности. Посмотрите. Особенно прошу обратить внимание на последний красный терроризм. Вы видите? Терроризму уделяется 35% внимания прессы. при том, что реально реально 0,01% американцев так или иначе страдают от этого терроризма. Что еще? Посмотрите. Рака мало очень, да. То есть сердечным атакам посвящено вообще там минимум контента. Хотя сердечные атаки это реально большая проблема для США. это, наверное, главная проблема с точки зрения ценности жизни человеческой. Но этой проблеме посвящается очень мало внимания. Уделяется. О чем говорит этот график? Кто скажет? Да. То есть издания сами формируют повестку дня, при этом очень часто отрываются сильно от реальности и от потребностей аудитории. В частности, да, то есть потребность аудитории была в данном случае в том, что вот мы смотрим на Google Search, да, поиск Google. Вот она потребность аудитории. Согласны? Это же люди ищут. это статистика. Ну, понятно, статистика это такая вещь, да, как бы это факты. Вот, что ищут люди. Их интересует вот это. А мы что им даем? Ну, в данном случае американские медиа. Мы им даем другое. И происходит такой диссонанс, то есть людям, люди не находят в медиа то, что их на самом деле интересует. Согласны? И вот наша задача как раз в том, чтобы при планировании контента вот этой штуки уделить максимум внимания. То есть первое, на что мы обращаем внимание, именно вот это. А что хотят от нас люди? Это, собственно говоря, главный вопрос, который мы должны себе задать. И при отборе тем, и при планировании. Обратите внимание, эта схема такая стандартная для регионального издания, для отбора тем. Ну, как стандартная для нормального, продвинутого, более-менее, издания. Каким образом происходит отбор тем для публикации? Ну, у нас есть какой-то новостной повод, мы можем его найти в ленте новостей, можем найти в соцсетях, либо это, что лучше всего, это собственные источники. И что происходит дальше? Есть местные информповоды, есть не местные информационные поводы. Если местный информационный повод, мы смотрим, ну, как бы сканируем его пропускаем через фильтр важности и интересности, если он соответствует этим параметрам, важный, интересный, хорошо, да, если нет, вурну, но если он важный, интересный, то мы должны себе задать вопрос, зачем читателю об этом знать? вот это важный элемент в этой схеме, потому что многие редакции, многие редакции, вот здесь ограничиваются вот этим, пропустили через фильтр, свой фильтр внутренний, журналистский фильтр, это важно, это интересно, давайте, ребята, мы об этом напишем. Нет, так не пойдет. Еще один фильтр, а зачем читателю об этом знать? не нам, нам-то может интересно, зачем читателю об этом знать? Ну и что с того, вот если мы об этом напишем, читатель задаст нам вопрос, ну и что с того для меня, вот а что мне, мне-то зачем об этом знать? И вот если здесь мы понимаем, зачем ему это знать, вот тогда мы начинаем готовить уже контент. То есть берем комментарии, мультимедиа готовим, инфографику, если нужно, бэкграунды развернутые какие-то и так далее. С неместным контентом происходит примерно то же самое. То есть пришла новость из другого региона, с соседней страны, с Москвы, с Нью-Йорка, Лондона и так далее. Если есть возможность добавить местных реалий, чего-то местного, вот например, я живу в Крыму, и если новость условно говоря московская, киевская или лондонская, то мы раньше говорили, у нас такой даже термин был, наш такой внутренний жаргон, сможем ее окрымить, ну такой вот новояз, как бы, да, я не знаю, в вашем случае, наверное, там, если речь идет о Кыргызстане всем, то о Кыргызстане, конечно, звучит это не очень красиво, возможно, но примерно суд передает. Сможем или нет? То есть сможем ли мы добавить к этой новости, к этому информационному поводу какую-то дополнительную ценность для своей местной кыргызстанской аудитории? Сможем? Отлично. Этот фильтр мы прошли, но дальше мы снова возвращаемся, приходим к новому фильтру. Зачем нашему читателю об этом знать и что мы можем со всем этим сделать? И снова, если проходит информационный повод, проходит этот фильтр, то мы уже приступаем к планированию нашего контента. Понятно здесь все? Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте по ходу, потому что да, я приветствую вопросы прямо по ходу. Все понятно? Давайте еще об одной вещи поговорим. Не устали вы от диаграмм? Нет пока от графиков? Точно? Никто не засыпает. Что ищут потребители в медиа, ну вообще в медиа, что ищут люди? Вот это три вещи, которые если кому-то, кто-то взял ручки, можно даже прям себе зафиксировать. Ну или на смартфон, да? То есть такая рифмованная такая штука получилась news, views и use. Те, кто знает английский, понимают. То есть первое, да, людям всегда нужно знать, что, где, когда произошло. Это, собственно говоря, вообще входит в базовые потребности людей. Вы знаете, да, пирамиду потребностей человека? Ну вот психолог точно знает, да? То есть в пирамиде потребностей там есть физиологические потребности всякие-всякие, да? Ну вот она как бы там выглядит примерно так. И кто помнит вообще всю пирамиду? Вы помните всю пирамиду? снизу идут физиологические потребности, да, там питье, там, ну то, что без чего-либо. Потом идет потребность безопасности, да, здесь журналисты лучше как осознает. потом идет, по-моему, в признании, да, или в любви. Признание, по-моему. Там семь этих. Ну самое главное вам сказать. А, вот важно вам. Куда относятся новости? Какой категории относятся новости? Безопасность. Совершенно верно. Это одна из базовых потребностей человека. Безопасность. Поэтому, ну, что, где, когда произошло или произойдет, это всегда связано с нашей безопасностью на самом деле. То есть, не напрямую, возможно, как-то, но как-то опосредованно, это всегда все равно замыкается на нашу безопасность. Ну, чтобы вы понимали, да, там просто иллюстрация. Если медиа сообщают о надвигающейся эпидемии гриппа, скажем, это безопасность. То есть, люди хотят об этом узнать, потому что они хотят как-то себя обезопасить. Я не знаю, вакцину сделать, по крайней мере, там прививку, то есть, и так далее. Сегодня вот обещали, бегаем сегодня жару обещали, да, большую там, жара. Вы узнали, что об этом из медиа, да? Это безопасность, опять же. То есть, там вообще почти все связано с безопасностью так или иначе. Поэтому людей всегда интересует ньюс, что, где, когда произошло или произойдет. Это всегда. Второе. Людям интересно знать мнение других людей о том, что происходит. И это мы получаем ответы на вопросы почему и зачем. И третье, самое важное сейчас для нас юс, практическая информация, ответы на вопросы ну и что? Ну и что? Вот раньше, ну кто вот журналисты, кто учился журналистике, знают прекрасно, что всегда было классических, там несколько вопросов, да? Кто, что, где, когда и так далее. Но вот потом добавился к ним вопрос ну и что? Этот вопрос, на мой взгляд, даже важнее, на самом деле, чем те все вопросы, потому что если мы на него не находим ответа, то возможно этот информационный повод нам и не нужен. Ну и что? Что с этим делать? Как мне извлечь пользу или сократить ущерб из-за этого, из-за этой информации, от этой информации? И все, да, здесь понятно? И какой контент предлагают медиа вообще сегодня? Уникальный. Сейчас, сейчас мы из всего этого сложим матрицу. Возможно, кто-то с ней знаком, но мы сейчас тоже посмотрим на нее. Уникальный контент. Это тот контент, который мы создаем сами. Наша редакция его готовит своими силами. Это наши, как правило, эксклюзивы, какие-то уникальные штуки и так далее. Агрегированный. То есть все мы, конечно же, не можем произвести, поэтому мы можем что-то брать у других, у наших коллег, брать там из других медиа, которые по соседству либо находятся в других регионах, в других городах, в других странах. И пользовательский. Так называемый user-generated content, когда контент произведен самими пользователями. Мы сегодня упоминали с вами того студента, который на смартфон записал ДТП. То есть пользовательский контент, который, в принципе, тоже доступен нам, и мы можем его использовать в своей работе так или иначе. Итак, мы получаем вот такую вот интересную матрицу. Обратите на нее внимание, пожалуйста. то есть при планировании мы можем исходить из такой матрицы, в принципе. Ну, любое сочетание всех этих квадратиков дает нам какой-то план какого-то текста. То есть, если что-то случилось, ну, давайте возьмем там сегодняшний повод, сегодня обещали какую-то радикальную, совершенно невообразимую жару. Читал кто-то об этом, слышал сегодня, да? Вы, наверное, писали даже, да? Жара. Как мы можем преподнести этот информационный повод? Ну, давайте, вот кто-то может сказать, сложить из кубиков таких вот, кто-то возьмется это сделать? Нет желающих? Давайте. Ну, получается, Ньюс уникальный, да? То есть, мы даем уникальную новость, связываемся там с экспертами из гидромета, говорим, какая будет среднесуточная температура, в какой области и, собственно, что днем, что ночью, сколько градусов. Ньюс агрегированный мы, ну, предположим, берем эту информацию у какого-то другого ресурса, который уже за нас сходил, взял этот самый комментарий экспертов, мы его рерайтим, ну, грубо говоря, да, и подаем, ну, вот, под каким-то своим соусом. Ньюс пользовательский, что у вас из окна видно? Ну, это вот мы основываем свой материал как раз-таки на каких-то материалах людей, которые лояльны к нашему изданию, да, то есть кто-то что-то прислал, может быть, какое-то видео там в директ. Дальше, вьюс уникальный, что по этому думают участники стороны эксперта? Ну, вот здесь более расширенный комментарий, может быть, у метеорологов можно взять, почему так, а что, ну, почему, собственно, жара экстремальная такая, что у нас климат меняется или еще какая-то такая подоплека. Вьюс агрегированный, ну, это, в принципе, ну, вот та же история, только, опять же, если мы еще позаимствуем это у кого-то из наших коллег, и вот здесь написано, что это думают, если, допустим, там мы поговорим с экспертами из города ООЖ, а еще допишем свою часть про Бишкек. Вьюс пользовательский, что вы думаете по этому поводу? Ну, сейчас, кстати, классная практика различных новостных изданий, ну, в частности, в интернете, действительно, голосовалки, опросы, комментарии, там, как вы себя чувствуете, вы уже все, окончательно сжарились или у вас еще осталась сила работать? Да, юс уникальный, что с этим делать, как избежать последствий, ну, тоже даем какие-то экспертные, может быть, руководство к делу, не знаю, намочите платок, приложите к голове и так далее. Юс агрегированный, ну, опять же, да, может быть, какие-то более экстремальные пункты, ну, вот, например, у нас в Аше действительно еще жарче, да, что делают там, ну, если там это в Аше помогает вот так, то в Бишкеке, предположим, такая же мера тоже будет очень полезной. Хотя не факт, да? Ну, хотя не факт. Юс пользовательский, ну, мне кажется, это самое классное из всего этого, потому что человек, когда читает материал, он себя ассоциирует с тем человеком, который ему рассказывает. И если, допустим, там, дядя Коля из пятой квартиры себе смастерил сам вентилятор и поставил две бутылки со льдом, и вот он описывает, что у него классно теперь в квартире действительно температура снизилась на 5 градусов, то каждый подумает, о, я тоже так сделаю, потому что это говорит реальный человек, не какой-то эксперт, сидя в кабинете с кондиционером, а действительно это работает, вот, вот так вот делайте, ребята, и это будет. ну, вот поэтому это классная ячейка. Да. Есть кому-то что добавить? Да, пожалуйста. Ну, давайте. Да, да, там слышно будет. нормально. Ну, допустим, мы писали, что, первое, вот такая вот жара, да, второе, что происходит в соседней области, то есть мы, например, привели бы пример, Казахстан там, либо Туркмению, где, например, на асфальте жарят яйца, ну, то есть примерно, да, сравнение. Что у вас, допустим, видно, поделитесь, из окна видно, да, то есть как вы переносите жару, то есть сколько градусов, может быть, фотографии каких-то термометров, да, в какой области вы находитесь, в Бишкеке, либо еще какая погода у вас сейчас. Так, что там второе уникальное, что по этому поводу, участники стороны эксперта, то есть это опять же, какие-то медики, может быть, которые думают, да, как вообще организм справится ли людей, ну, исходя из того, что у нас там рост сердечно-сосудистых заболеваний и все прочее, да. Второе, ну, то есть медики опять метеорологи, да, как это оценивали раньше, то есть это, допустим, сравнить среднесуточную температуру, то есть в этот день, для предыдущих какие-то годы, да, как спасались в жару, может быть. Потом голосование, что вы думаете по этому поводу, это стоит ли, допустим, может быть, закрыть какие-то госучреждения, либо еще что-то, распустить людей, отправить их там на курорт и все такое прочее. Что с этим делать, ну, избежать последствий, это опять-таки советы, как спастись от жары от каких-то компетентных, может быть, специалистов. Как у соседей, то есть опять мы сравниваем те страны, где такая температура, она намного выше, то есть опять-таки, как спасаются они, для примера мы берем из других изданий. И как вы решаете для себя эту проблему, это какие-то лайфхаки от пользователей, может быть, соцсетей, либо просто читателей. Я понял. Спасибо. Ну, вот, как вы видите, мы можем, вот, пользоваться этой матрицей, в принципе, разложить на атомы любой информационный повод, но самое важное, что это фактически такой конструктор, который, ну, зависит, все зависит от ваших ресурсов, да, то есть, понятно, что если у вас в вашей редакции много журналистов, много рабочих рук, то вы можете вообще всю матрицу закрыть полностью, да, как бы, но чаще всего так не бывает, чаще всего у нас, ну, есть еще и другие информационные поводы, во-первых, да, которыми тоже надо заниматься, а во-вторых, как бы, мы можем закрыть, что плюсом для нас, это хорошая новость для нас, что мы можем просто взять несколько ячейок из этой матрицы и закрыть их, и это уже, в принципе, будет неплохой материал, потому что он будет так или иначе соответствовать ожиданиям аудитории, возможно. Но, что, что? Да. Я подойду к вам сейчас, сейчас, секунду. Ну, да. Ну, вот из этих трех матриц, да, уникальный, агрегированный, пользовательский, какой самый успешный? Есть кто, хочет кто-то ответить на это? Какой самый, ну, какой самый успешный, вы имеете в виду, какой лучше всего использовать, да? Понравится, где больше понравится аудитории? Как вы думаете? Вот на этот вопрос есть желающий ответить? Да. Говорите, да. Ну, на мой взгляд, сравнивать. А, вот, сейчас. Да, я вам сейчас. Вот я хотела бы немножко добавить, вот, юз уникальный, да, я бы добавила, что вот в этой области есть, например, эксперты, да, в области экологии. Например, я бы предложила обратиться к экспертам в области экологии, вот, по озеленению, да, или, вот, какие-то, такие, индивидуальные методы, как бороться с жарой, ну, какие-то лекарства принимать, или еще что-то там такое, да, и посмотреть исследования, вот, есть такие небольшие исследования экспертов, где есть факты, да, цифры, вот, опираясь на них, вот, можно делать какие-то выводы. И, на мой взгляд, вот, самый такой вот потребительский, по-моему, и есть юз уникальный, вот, потому что здесь подсказывается, что с этим делать. Да, вот, проблема возникла, и здесь, как бы, дается подсказка, что с этим можно делать, как избавиться от этой проблемы. Спасибо за это дополнение. Да, Гладис, слушай нас. Да, я вот хотела на ваш вопрос ответить. Вы знаете, все, наверное, еще зависит от того, в какое время подается новость, как она, эта новость подается. Вот так вот, на первый взгляд, конечно, наверное, пользовательский мог бы быть более выигрышным. Почему? Потому что, как правило, вот, они и есть, на самом деле наши конкуренты, когда вот любой там пошел где-то там, что-то отснял, выставил, и мы потом это отслеживаем, потом мы пишем, и можем эту тему раскрыть, но это уже все равно будет, как бы, по времени мы будем отставать. И просмотры, может быть, больше все-таки будут у этого пользователя, потому что он это снял в видеоформате, а мы это написали. то есть, ну, я к тому, что все, наверное, зависит, бывает иногда материалы, которые вообще супер уникальные, супер шикарный материал, но он будет совершенно маленький просмотр набрать, потому что он просто, как это сказать, нерелевантен потребностям нашей аудитории, им это неинтересно читать. Но, и этот же самый контент, он может быть пользовательским, он может быть в видеоформате, он как-то может подан по-другому, интересно, он может даже очень просто быть снят, но он наберет гораздо больше просмотров, чем наши уникальные. Что касается агрегированных, то здесь, мне кажется, он менее, я не буду говорить, наверное, успешный, потому что бывают некоторые новости, которые мы тоже берем откуда-то из других источников, и сейчас он, наверное, тоже составляет такую очень важную часть, потому что иногда, учитывая, что сейчас очень большая конкуренция между пользователями и вообще социальными сетями и средствами массовой информации, есть уже даже такие мысли, что вообще всем средствам массовой информации просто надо уже, может быть, исчезнуть, потому что есть агрегаты новостей, которые собирают эти новости по всему миру, и этого достаточно. Типун именно язык, тем, кто это говорит. Да, это, конечно, на самом деле печальная как бы перспектива для всех нас, я надеюсь, что так не будет. Наверное, сравнивать не стоит, потому что, говорю, это все очень зависит, очень все как-то так, я говорю, все зависит от того, какая это новость, в какое время она подана, о чем эта новость. То есть, если новость про погоду, может быть, она будет больше интересна в виде уникальной или в виде пользовательской. А есть, например, новости, которые специфические, я не знаю, о каких-то назначениях очень важных, или кого-то убили кого-то из политиков, то если ты ее быстро подашь, ты узнал об этом первый, то, естественно, она уникальна будет выигрывать, потому что ты первый эту новость узнал, ты узнал, что этого политика прибили, убили, зарезали. Хотя, может быть, какой-то пользователь окажется раньше, на месте, и он от снимет, что его там пристрелили и повесит это на сайт, и, естественно, его новость наберет быстрый просмотр, чем, скажем, наши уникальные, которые мы, может быть, узнали того, кто там на месте был и так далее. Ну, то есть, здесь вот как бы сложно говорить о том, какой из них успешный. Это все зависит от многих факторов. Спасибо, да, я соглашусь с тем, что все-таки это разные штуки такие, да, и желательно вообще комбинировать, потому что, если вы будете ограничиваться только, скажем, своими уникальными какими-то вещами, да, то вы будете просто, ну, вы физически не сможете охватить весь мир, то есть, все, что интересует вашу аудиторию, без агрегации там какого-то контента с других мест, то есть других источников, либо без агрегации пользовательского контента. Ну, вы просто заранее себе ограничите, загоните в рамки. Я знаю такие примеры, когда некоторые редакции говорят, там, мы не будем ни у кого ничего брать, будем только свое печатать, только уникальный контент. Есть такие примеры, я скажу вам по собственной практике, когда-то я уже упоминал, что я возглавлял крупный достаточно сайт региональный, и у нас были конкуренты, которые загнали себя сами в рамки, они сказали, я разговаривал с главным редактором, мой друг, он сказал мне, мы будем только уникальный, у нас большая редакция, у нас много журналистов, у них был свой, значит, автомобиль, свои операторы с видео и так далее. А у нас была редакция из пяти человек. Правда, мы были при телеканале, у нас была возможность еще видеоконтент брать. Вот, но мы их обошли просто на вираже, потому что мы себя не загоняли в рамки вообще. Мы брали контент там столичный, иностранный, мы его окрымливали, как я уже упоминал, такое слово, то есть мы его локализовали, добавляли дополнительную ценность, и за что аудитория нам была благодарна. Почему? Потому что аудитория все у нас получала в одном месте, а в их случае надо было зайти там почитать местные новости, а потом пойти куда-то еще, и там еще почитать, что происходит вообще за пределами нашего региона. То есть они сами себя загнали в рамки, и потом они просто проиграли нам по аудитории очень сильно эту войну. Но давайте усложним задачу. Вот, матрица, все с матрицей, всем все понятно, я думаю, что это достаточно простой конструктор, но давайте мы его усложним. Мы же можем все это давать в разных форматах. И не только можем, а нужно, нужно. Мы же с вами не про тексты думали, правильно, вот до этого, да? То есть не только про тексты, скажем так. Какие форматы мы можем использовать? Текст, но это само собой. Да, все. Фото, да, просто перечислю их тут, быстренько, фото, слайд-шоу, видео, звук, инфографика, таймлайн. Знают все, что такое таймлайн? Кто-то знает, кто-то не знает, что такое таймлайн? Вы не знаете. Ну, то есть это такой, такой способ визуальной подачи информации, когда, например, речь идет о какой-то хронологии событий, допустим, да? Ну, вот даже та же жара. Если мы возьмем жару, какой таймлайн мы можем сделать, например? Не, мы можем, например, сделать, взять в гидромедцентре статистику за последние 100 лет по Бишкеку, да? И показать вот на, прямо вот такой вот линии, да? Условно говоря, там линия, разделить ее на, вот сегодня, там 2019 год, там, например, 1950, 1915 и так далее. И показать графически, как бы, да, хронологию, вообще изменение температуры в нашем городе, скажем. То есть это будет уже такой примитивный таймлайн. Понятно, да? То есть это такой способ визуальной подачи информации, но вот той, которую тяжело текстом передать. Это очень тяжело. Если вы будете текстом рассказывать все вот это, да читатели вас проклянут, потому что там будет куча цифр, да? А цифры, это всегда очень сложно для восприятия читателя. А вот в такой визуальном формате, таком очень простом, читатель скажет вам спасибо. То есть таймлайн, карта. Мы можем что-то изобразить на карте, показать, да? Это очень часто бывает нужно. Посты соцсетей. Мы сегодня можем встроить любой пост из соцсетей в свою публикацию. Это делается за 6 секунд. И очень, кстати, классная штука, потому что люди очень любят, когда встроено в публикацию какое-то прям мнение, там, какого-то лидера мнений, либо эксперта, либо просто там, дядя Васи, который в гараже, там, что сделал, там, вентилятор приспособил как-то в ванной и так далее. Документ. Мы можем строить PDF-документ, да, какой-то, или PowerPoint-презентацию, карикатуру, опрос, голосовалку можем прикрутить. Можем сделать тест, который тоже будет соотноситься с этой темой. Можем сделать гифки, там, настругать, их сейчас очень просто делать. Анимацию, игру, онлайн-калькулятор, в конце концов, мы можем добавить, если это в этой теме, он будет уместен. Таким образом, возвращаюсь к матрице нашей, да, то есть мы можем любую из этих ячеек закрыть в разных форматах, ну, все эти ячейки. Согласны? То есть, например, если мы напишем, ну, у нас в текстовом формате есть уникальная информация. Ну, вот, мы первыми узнали, что будет завтра какая-то, ну, страшная, невообразимая жара. Мы узнали об этом первыми. Журналист пишет текст, ну, там, собирает какие-то комментарии у экспертов, скажем, у врачей, да, вот это у нас будет ячейка, что с этим делать, да, как избежать последствий. То есть мы можем это сделать в текстовом формате, а можем сделать в видео формате. Мы можем записать говорящую голову эксперта, там, врача, человека, который скажет нам, так, ребята, не надо сегодня выходить на улицу, там, сидите дома, от греха подальше, или, не знаю, там, залезьте в ванную и сидите до вечера в ванной, условно говоря. Что бы он ни сказал, мы можем это преподнести в видео формате. Но мы можем это сделать и не в видео формате, мы можем это сделать в форме инфографики, что может быть даже, кстати, будет еще лучше, потому что инфографика, вот в этой ситуации инфографика будет даже более выигрышный формат, если мы графически покажем, что надо делать. Например, как спастись от жары и сделать это в форме инфографики. Это будет просто здорово. А экспертом мы можем записать форму аудио, то есть записать подкаст какой-то небольшой, встроить его там, ну, звуком. Например, я просто сейчас уже так моделирую просто с головы, да. Какие-то вещи в соседних странах мы можем взять, опять же, в текстовом формате, там, скажем, у нас жара там, и еще жара, например, в Казахстане где-то или в Узбекистане. там все тоже плохо, там людям точно так же плохо, я уверен, что людям будет интересно, во-первых, что там происходит, может там еще хуже, и во-вторых, людям будет интересно, а как они там спасаются от жары вообще, слушайте. Ладно, вот мы так спасаемся, а что у них? А может у них там какая-то новая технологическая штука, которая спасает вообще весь город от жары, я не знаю, ну, допустим, да. И так далее, то есть, можем посты встроить. То есть, таким образом, при планировании публикации, мы заранее должны определиться с теми форматами, которые наиболее оптимальны для этой ячейки, да, и заранее распределить роли, кто чем занимается. Если у нас редакция большая, с этим вопросов нет, то есть, всем раскидали все и все побежали. Но если у нас редакция из трех человек, из трех-четырех, допустим, то уже в зависимости от наших ресурсов, от того, каким временем располагают, какими средствами располагает наша редакция, мы уже соответствующим образом планируем эту нашу историю, эту нашу публикацию. Еще одна вещь, еще более усложняем. Это еще не все. Теперь, все-таки мы подразумеваем, что у нас редакция, которая хочет работать в современном формате. А это значит, что мы не ограничиваемся контентом для одной платформы. Мы делаем его сразу на несколько платформ. А современные редакции, ну, я уже честно говоря, не знаю таких редакций, которые работают только на одну платформу. Я уверен, что даже все, кто здесь сегодня сидит из медиа, так или иначе работают на несколько платформ. Гладис, вы работаете же не только на сайт, наверняка, и в соцсети, да? У вас, скорее всего, есть, конечно. И у вас, да? То есть, конечно, телеком. Я думаю, что так у всех, в принципе, потому что мы должны преследовать аудиторию, находить ее там, где она вообще сидит. Собственно говоря, да, это есть такое даже выражение, что раньше аудитория охотилась за новостями, а теперь новости охотятся за аудиторией. Потому что аудитория сидит расслабленно и просто большим пальцем своим мотает, мутировавшим. А наша задача как-то туда пробиться, пролезть в этот ньюсфит, в этот поток. Так вот, теперь вспоминаем еще раз нашу матрицу, вспоминаем, что мы делаем все в разных форматах, а теперь все это еще и раскидываем на те платформы, на которых мы издаемся, на которых мы выходим. То есть если у нас допустить, что у нас есть бумажная версия нашей газеты, что сегодня большая редкость, да, ну уже практически, но тем не менее, встречается. У газеты может быть свой веб-сайт, у нее могут быть, скорее всего, будут представительства в соцсетях, то есть, ну по крайней мере, в основных, в фейсбуке там, здесь в Кыргызстане, насколько я понимаю, фейсбук и инстаграм, да, самые популярные, мне вот вчера сказали мои коллеги, то есть в фейсбуке и в инстаграме, скорее всего, что-то есть, возможно, у кого-то есть даже мобильное приложение, специальное, более-таки редкий такой случай, но тем не менее, версия для планшета может быть, кто-то может работать в мессенджерах, там в WhatsApp, например, да, или в вайбере, в телеграме, не знаю, и кто-то может еще заниматься таким самым современным, новым, таким, очень хорошим, очень хорошая платформа, здоровская, это email-рассылки, сейчас они переживают ренессанс, то есть когда-то, в самом начале, как-то все бросились делать эти рассылки, потом все они, всем надоели, но сейчас рассылки, возможно, кто-то из вас должен подписан на какие-то рассылки, потому что рассылки поменялись, их сама суть поменялась, потому что теперь современная email-рассылка занимается, преследует только одну цель, оградить читателя от информационного шума, то есть мы отбираем только самое-самое важное и нужное для читателя и даем это в рассылке, которую, например, раз в неделю отправляем ему, что мы получаем, мы получаем очень высокую вовлеченность, потому что человек видит там только самое важное, он знает об этом заранее, и поэтому, собственно, и подписался на нее, потому что у него нет времени каждый день потреблять ваш контент, но раз в неделю он зайдет и посмотрит, по крайней мере, там 10 самых важных вещей этой недели, он зайдет и почитает. И вот эта высокая вовлеченность сейчас породила просто бум email-рассылок, я, например, я раз подписан на штук 5 точно, минимум, наш журнал «Инк» выпускает прекрасную рассылку, я рекомендую, по крайней мере, с ней ознакомиться, потому что сам формат рассылки, как правило, он, собственно, тоже подразумевает, что человеку некогда, и поэтому все сделано очень таким легким, простым языком, в такой завлекающей форме. Поэтому email-рассылка это тоже одна из платформ, которая возможна сегодня. Мне вот тут подсказывают, что у нас уже кофе-брейк сейчас будет, да? Сейчас буквально еще 5 минуточек, и мы сейчас переходим в кофе-брейк. Вот, таким образом, наш порядок действий заключается в следующем. То есть замысел и планирование, распределение ролей и обязанностей, установка дедлайнов, как же без дедлайнов, да? Иначе все посыпется. Один принесет сегодня, а другой через неделю. Поиск, подготовка всей этой текстовой и визуальной информации. Потом сборка дизайн-контента для разных платформ, подчеркиваю, для разных, потому что мы в Инстаграме можем дать что-то, ну что в Инстаграме может пойти? Картинка, да? Инфографика, видео. Но явно не текст. Текст мы поставим на сайт, например. А в Фейсбуке можем и видео прикрутить, в принципе, да? И так далее. Редактирование всего этого перед публикацией и, собственно, публикация и продвижение. Вот такой как бы алгоритм, алгоритм действий, который, я не знаю, может показаться, конечно, очень сложным. На самом деле тут все достаточно логично, все для людей, которые этим занимаются каждый день, все достаточно понятно и достаточно просто. Если есть вопросы, пожалуйста, да. Давайте я к вам подойду. Мне интересно про вот то, что вы сказали про ренессанс email-рассылок, потому что вот вы сами отслеживали на примере своего ресурса, вот из общего количества ваших подписчиков, какое количество читает ваши рассылки, получает хотя бы? Конечно, на рассылки подписывается вовлеченная аудитория, безусловно. То есть случайный пользователь, как правило, не подписывается на рассылку, это всегда преданная аудитория, такая ядерная аудитория, которая вас читает постоянно, но в силу каких-то причин не может это делать каждый день, скажем, да. То есть ежедневное обновление, следить за ними не может, ну, занятый человек. То есть это небольшой процент. Но важный момент, что он очень вовлечен. То есть, чтобы вы понимали, показатель кликабельности, раскрываемости текстов из рассылки, очень высокий, он может доходить до 50%. Если вы вспомните проценты кликов, 0,5%, там в инстаграме 5% хороший результат, там комментариев, там и так далее, то 50% из email рассылки, ну, это вы понимаете, это очень круто. И когда мы отправляем нашу рассылку, и в ней, например, 5-7 гиперссылок на наши тексты, да, например, на сайте, чаще всего рассылка ведет на сайт, ну, как базовая, основная платформа наша, то 50% тех, кто получил рассылку, пришли и прочитали, это как бы очень круто. И это сразу увеличивает нашу увлеченность, потому что они, придя на сайт, они еще и почитают что-нибудь еще там, конечно. То есть они еще сделают несколько внутренних переходов. Я ответил на вопрос ваш? Ну, если говорить про журнал Инг, то это предприниматели, средний и малый бизнес. Это целевая. может быть, им некогда читать, да, поэтому они как бы предпочитают раз в неделю получать важное. А вот остальные, кто-то заходит, допустим, на какие-то новостные, они, наверное, каждый день. Нет, вы знаете, может быть, это не актуально. Нет, я скажу, что скорее наоборот актуально, потому что вот издание общего интереса, да, я так понимаю, вы издание общего интереса, то есть вы пишете обо всем, правильно? У вас не узкая такая ниша. Нет, у нас ниша как раз-таки, мы позиционируемся как политический ресурс. Политический. То есть ваша основная аудитория увлекается политикой, интересуется политикой. Я думаю, что в вашем случае рассылка будет здорово. Ну, мое мнение, конечно, я не претендую на истину в последней инстанции, потому что издание общего интереса практикуют рассылки и очень хорошо они идут. И более того, есть даже, знаете, я вам скажу такую штуку, что есть проекты, которые вообще ограничиваются только вот этой платформой. То есть у них базовая платформа, это email-рассылка, есть такие проекты. То есть у них даже нет сайта у некоторых. То есть они могут просто в рассылке там прям тексты давать. И там же реклама идет. То есть такие проекты тоже есть, которые для них это главная платформа стала сейчас. Но если знаете российский проект The Bell, колокол, вот кивают некоторые люди, у них рассылка просто там, ну, если не number one, то вторая платформа точно по значимости. То есть они с рассылки получают большую часть своей аудитории. Да, я рекомендую, если вы не видели, изучите, там рассылочка просто замечательная. The Bell – это просто, это the best. Спасибо за рекомендацию. Да, спасибо. Ну вот мы сейчас прошлись по матрице контента, да. Но есть очень интересная такая концепция, которая называется концепция маэстро. Она, в принципе, ничем не противоречит тому, о чем мы сегодня говорили уже в нашей матрице, да. Но она скорее даже дополняет и где-то немножко усовершенствует. Концепция американская, придумана в США, давно и успешно используется во многих редакциях. Суть ее можно выразить вот этими словами, которые там написаны на самом верху. Думай, как читатель. В чем суть? Первое, что мы делаем в рамках этой концепции, то есть когда мы планируем, занимаемся отбором тем и планированием наших историй, наших публикаций, мы должны для себя сформулировать, не более 10 слов использовать и сформулировать, что, собственно говоря, ну, о чем мы будем, в чем суть этой истории. Вот в чем это суть. Скажем, там вот здесь у меня примерно на экране такое, что школа в Минске рухнула, несмотря на недавний ремонт, условно говоря, да. То есть это суть. В чем суть истории? Вот она в этом. Но теперь, теперь мы должны найти для себя ответ на вот этот второй, второй пункт, на этот вопрос. Я очень занят. Почему это должно меня волновать? Я очень занят. Это очень важный момент здесь. Я очень занят. Почему меня должно это волновать? Ответ, потому что это важно, потому что мы, журналисты, считаем, что это важно, не считается. И третий, третий пункт, ну вы все видите на экране, да, ну главное, задаем с позиции читателя, с позиции нашего читателя, три самых волнующих его вопроса. Но я хочу сделать здесь один такой, одно маленькое уточнение. Здесь говорится просто о читателе, да, но сегодня так не бывает, так не работает. На самом деле у нас разные читатели, у нас могут быть разные сегменты аудитории и в идеале мы должны на все сегменты найти эти вопросы. Ну, условно говоря, если у нас издание общего интереса, да, то мы должны, значит, если нас читают, скажем, пенсионеры, например, есть какая-то у нас, мы видим, что у нас там, например, из одноклассников идет, да, трафик. Скорее всего это пенсионеры и домохозяйки, возможно. Думаю, что это скорее всего. И у нас есть трафик, например, с инстаграм, ну, это скорее всего молодежь, да, какая-то студенты, я не знаю, там еще какие-то молодые люди и так далее. Либо у нас там есть, идет трафик с фейсбука, и мы соответствующие выводы тоже делаем, что с фейсбуки другая аудитория, она отличается от аудитории инстаграм и уж точно отличается от аудитории одноклассников, например. И так далее. То есть мы еще можем по сегментам все это сделать и разложить вот так вот на атомы всю эту нашу идею. В этом, собственно, заключается суть этой концепции, да. И технически это делается следующим образом в редакциях. То есть реально собираются люди в редакции, садятся в какие-то там круги, но участвуют, то есть как редакция, как творческие единицы, то есть журналисты, редакторы, так и участвуют те единицы, которые будут заниматься визуализацией, то есть это могут быть фотографы, видеорежиссеры, видеооператоры, это могут быть там инфограферы, инфографисты, которые занимаются инфографикой и так далее. То есть все люди, которые так или иначе вовлечены в процесс создания и производства контента, участвуют в этой такой вот своеобразной планерке. После того, как мы проводим этот большой такой бренч, ну мозговой шторм, да, мы все это провели, все это разложили, можем даже это сделать в форме такой, знаете, те, кто работают с видео, там знают, что можно даже покадрово все расписать, в принципе, да. Ну то есть там раскадровку сделать, что мы там, например, начинаем с этого, значит, здесь мы поставим то, здесь то, здесь такой экшен будет и так далее. То есть мы все это можем разложить даже визуально для себя, расписать задачи и приступать к работе. При этом очень важно, при всей этой работе, очень важно вот подойти следующим образом. Смотрите, то есть мы три вопроса, да, вы помните, там мы задавали себе. Еще важно подумать, о чем подумает в первую очередь человек, да, когда вот, ну, увидит вашу эту публикацию. То есть вообще сам этот повод информационный у вас увидит. Вот яркий, хороший пример, например, с сельским продуктовым магазином, который вот один в селе, и он сгорел. Я думаю, в Кыргызстане такая ситуация может быть, теоретически, да, ну, что на все село один магазин, это абсолютно нормальная ситуация часто бывает. Вот три вопроса, которые, скорее всего, по нашему мнению, ну, мы попытались поставить себя на место жителя этого села, которое он, скорее всего, задаст себе. Где мне теперь покупать, там, хлеб, макароны, я не знаю, молоко или Максим? Я вчера пил, очень понравилось. Да, второе, пострадал ли кто-то из знакомых, да, это же важно, это же село, мы все друг друга знаем. Ну и третье, конечно, кто этот сволочь, который поджег этот магазин, да, я думаю, что это тоже интересно. Да, после того, как мы себя поставили на место читателя, задали все возможные вопросы, которые его интересуют, мы начинаем искать ответы на эти вопросы. И тут мы опять вспоминаем о нашей той матрице, да, можем и не вспомнить, разложить задачи по журналистам, кто на какой вопрос отвечает и в каком формате он это делает. Кто-то будет писать это в форме видео, кто-то будет просто собирать текст, комментарии экспертов, кто-то нарисует инфографику, кто-то сделает таймлайн, кто-то на карте все это найдет, визуализирует и так далее. То есть раскидали задачи, это могут несколько задач, может один человек совершать, выполнять, может быть, если у вас много рабочих рук, каждый возьмет по одной задаче и так далее. И мы начинаем все это делать. Но при этом, при уже планировании непосредственной истории есть несколько правил, которые желательно соблюсти. Первое, самый такой опасный, большой соблазн для многих, по старинке сделать так. То есть сейчас сделаем текст и навесим на него всяких картинок. Одну видюшку, пару фотографий и будет нормально. То есть такая елочка новогодняя, мы нарядим эту елку и запустим. Но это как бы неправильный подход, потому что все-таки современная хорошая мультимедийная история, мультимедийная публикация, это все-таки какой-то связанный рассказ, в котором все элементы самодостаточны и как-то связаны между собой. И вот если вы уберете хоть один элемент из этой истории, то она теоретически может вся посыпаться, она просто не будет, перестанет все согласовываться друг с другом. То есть я к тому, что если вы помните, мы говорили, что если мы берем видео, на видео пишем эксперта, то в тексте не надо повторять этот комментарий эксперта, это же понятно, да? То есть хотя я встречаю такие, бывают такие ситуации, когда некоторые редакции делают и расшифровали, и текстом дали, и вот видео кому надо, ну типа, а что, кому удобно видео посмотреть, он на видео посмотрит, а кто-то, может, кто не хочет видео смотреть, почитает. Это неправильно, так не работает тоже. Продумать сценарий движения пользователя, в принципе, по истории, потому что что у нас самое вкусное, самое цепляющее, желательно на самый верх. Я думаю, с этим вообще вопросов не должно возникать, потому что если у нас есть какая-то, ну прямо, очень классная вкусняшка, какой-то экшен на видео, например, который точно зацепит людей, ну конечно его лучше наверх поставить, где-то там повыше. Если вы наоборот начнете с какого-то зачина, с какой-то дальней предыстории, то конечно вы теряете уже сразу шансы вовлечь большее число людей. Ну и вот еще раз говорю, пятый пункт, как раз там структура материала должна удерживать внимание читателя, то есть максимально продумать вот этот вот его сценарий, его движение. И что касается форматов, выбора форматов, вот есть хороший, очень медиатренер Оксана Силантьева, вот ее, я в нее позаимствовал вот эту прекрасную просто таблицу, потому что лучше, чем она это сделала, в принципе уже ничего не скажешь. При выборе форматов можно руководствоваться вот этой очень простой инструкцией. Она очень простая на самом деле. Если вы вчитаетесь, то что нам лучше подойдет, для чего, да? Ну первое, если нам надо рассказать, что куда-то надо пойти или где-то что-то случилось, то есть ответы на вопрос где и куда, то очевидно это лучше всего препонести в форме карты. Согласны, да? Ну конечно мы же на карту посмотрим с интересом, а если мы это все начнем текстом рассказывать или даже видео, но это не будет работать, да? Так как карта. На карте все понятно. Вопросы, как быть, что делать? Ну можем сделать там типа чек-листа, туду-лист какой-то, алгоритм действий. Можно все это прописать. Теоретически мы можем это сделать даже в форме инфографики. Как это выглядит, на что похоже? Ну фоторепортаж, слайд-шоу и так далее. То есть на каждый вопрос вы можете сфотографировать просто, чтобы я не повторял все, что там написано, да? Но вот я даже советую сфотографировать, потому что когда мы сейчас будем практиковаться, нам скорее всего понадобится эта информация, скорее всего. То есть кто что говорит, какие варианты, но это еще не вся таблица. Ознакомились с этим? Вот там голосовалка есть, если видите в самом конце, еще вот какие варианты. Вот еще продолжение. Ну вот как это устроено, вот очень хороший формат для инфографики, безусловно. То есть в разрезе можно что-то показать. рейтинги, там короткие факты, цифры, календарь, таймлайн, ссылки, видео, интерактивные видео и так далее, и так далее. То есть под любой вопрос мы выбираем самый подходящий формат и работаем над этим. Есть вопросы здесь по этому? Двигаемся дальше. Распространенные ошибки. Тоже буквально два слова. Вот первое, о чем я говорил уже сейчас, что не надо расшифровывать видеосюжет и все это давать еще в тексте. Читатель не тупой, вопреки представлениям некоторых журналистов, совершенно не тупой. И читатель не оценит вот то, что вы, если вы сделаете это. Текст повторяет действия изображенных фотографий. Тоже частая ошибка, совершенно неверно так делать. Использовать слова там, где нагляднее будет схема или диаграмма. Ну и включать аудио, которое не несет эмоционального или смыслового подтекста. То есть это к чему? К тому, что аудио, конкретно аудио формат, он все-таки такой накладывает определенные, скажем так, ограничения, потому что, ну а что давать аудио, если можно видео дать, да, по большому-то счету. Но в некоторых случаях аудио подходит лучше. Во-первых, когда у вас нет просто видеокартинки, это само собой, что вы будете давать аудио, если у вас запись по телефонному разговору, например. Но аудио очень работает хорошо, когда на вашей записи чувствуются эмоции человека, который что-то говорил. Ну, политик, например, да, еще что-то. И аудио очень хорошо может отображать, где-то там иногда даже лучше, чем видео. И вот последний, буквально последний, что я хотел сегодня показать на слайдах. Несколько инструментов, которые сегодня применяются в редакциях с успехом. В частности, в нашей редакции применяются несколько из этих инструментов. Кто знает, что такое Trello? Еще кто-то есть? Двое. А между тем, советую очень сильно. Да. Вот есть люди, которые пользуются Trello. Можете нам сказать два слова, чем он вам удобен? Ну, я ранее в работе, то есть у нас проект-менеджер нас привлекла к этому, скажем. Чем удобно? То есть ты видишь работу команды, разделяется по столбикам, движение тех задач, которые поставлены именно на всю команду, в частности, на каждого работника. И вот этот сам процесс очень удобен наблюдать, как движется. Там можно комментарии прикреплять, можно медиафайлы, проделанные работы. Да, я вот вам покажу сейчас, как это выглядит. Смотрите. Это сервис управления проектами. Если вы не пользуетесь им, я по крайней мере рекомендую вам его изучить, потому что по моему опыту это лучше, мне кажется, пока еще ничего не придумали. Да, есть Slack, или Slack, как он там точно, я не помню, звучит. Но по моему опыту все-таки Trello намного лучше, намного проще. Смотрите, в чем суть, почему это очень удобно для редакции и для планирования, и вообще для управления редакцией. Потому что Trello состоит из нескольких колонок. Вы можете этих колонок делать сколько угодно. Да, важный момент, это бесплатно. И как там написано, всегда будет бесплатно. Да, есть там платные какие-то есть опции, да, там можно докупить чего-то, но поверьте, достаточно будет и бесплатного формата. Несколько колонок. Вы формируете колонки, и в редакции это может звучать примерно так. Скажем, первая колонка – идеи. Вы можете записывать туда все идеи, которые вам приходят в голову на протяжении дня, недели и так далее. Скажем, так, ух ты, там еду, проснулся утром, да, и думаю, ух ты, блин, вот об этом надо написать будет. Сегодня внесу в Trello. Внес. Еще какую-то идею там подсказал коллега, он тоже внес. И это групповой сервис. То есть вы можете, все могут работать одновременно в нем, как вы понимаете. То есть вся редакция имеет доступ, и все делают мозговой штурм и вносят сюда идеи. Вносят, вносят, вносят. В итоге мы получаем целую колонку классных идей. Но для того, чтобы эта колонка не превратилась в кладбище отличных идей, мы должны, конечно, ее немножко еще иногда в работу пускать, да, эти идеи. И поэтому у нас вторая колонка в работе называется. To-do list. Да, to-do. И здесь мы, ну вот здесь ideas, да, to-do и так далее. То есть планерка, провели планерку, можем в формате того же маэстро провести, да, или в формате, там, просто в формате нашей матрицы и расписали задачи, которые у нас уже ушли в работу. Скажем, там, мы делаем сегодня там про жару, про снижение штрафов для водителей. Я знаю, тут сейчас, сегодня с таксистом говорил, он рассказывал, что это очень болезненная тема. А кто-то там может, ну, следующая идея, это может быть, не знаю, предстоящие переписи в Кыргызстане, еще что-то. То есть мы эти все идеи в работу взяли, внесли во вторую колоночку. Когда все это получили, когда уже все, ну, собрали весь материал нужный из полей, то у нас следующая колонка уже в работе, в редактуре, то есть мы уже собрали и там идет уже сборка, то есть мы уже получили видео, аудио, инфографику и прочее. И в этой колонке, да, это все карточки. Я забыл важный момент сказать, вот это вот, это все карточки. Каждая карточка – это карточка одного информационного повода, одной информационной единицы. такой контентный и вот они у нас работают да вот видите тут картинки присоединяются видно видно кто присоединил кто участвует здесь вы можете подключить например если здесь у нас в этой карточке работают скажем журналист который пишет текст инфографист там и режиссер они все тут видны все они тут работают другой карточки может быть другой набор сотрудников все зависит от того кого вы там прицепили да идет в редактуре потом на оформлении потому что уже вас оформление сборка идет да возможно что-то здесь нужно еще мы ждем например фото съемку или мы ждем там еще что-то оформление на сайте происходит и последняя колонка опубликовано там у нас идет уже такой архив всех наших публикаций что тоже очень и очень удобно потому что есть есть отличный поиск который работает здесь вы можете отфильтровать все публикации которые у вас были вообще за все время существования вашей редакции отфильтровать по нужным там ключевым словам или по авторам или еще как-то по форматам и таким образом мы получаем такой очень мощный редакционный инструмент для планирования и управления редакцией вот еще раз повторюсь он бесплатен поэтому я рекомендую если вы не пробовали попробовать просто его возможно вам понравится ну и вот некий аналог это слаг да то есть но он немножко тяжеловесный на мой взгляд и трейла получше мне кажется будет конечно же все все тексты текстовые вещи делаются в google docs я думаю это по умолчанию потому что формат ворда да все эти пересылки файлов все эти проблемы с открыванием их вирусом несовместимостью форматов и прочим прочим вещами конечно об этом надо забыть потому что google docs все это закрывает сразу одним махом для коммуникации вы мы можем испугу используем telegram вашем случае возможно это вот сап там будет еще что-то но для коммуникации скажем с теми журналистами в полях там еще для кого-то ну диски google drive яндекс диск ну и dropbox и еще один момент dropbox тоже наверняка вы знаете да то есть программа которая убила флешки знаменитая то есть все ходили с флешками все время покупали их там у меня 8 гигабайт на мне 16 вот а потом пришел dropbox просто и производители флешек заплакали вот потому что dropbox и можно все это делать с таким же успехом но и google календарь в котором вся редакция может занести все даты которые могут быть нам ну послужить для нас информационными поводами то есть мы вносим туда опять же вся редакция имеет доступ к редакционному google календарю все туда вносится и когда мы в поисках идей мы заглядываем в календарь да он сам нам подскажет потому что всплывет уведомление да о том что там завтра скажем там день борьбы с туберкулезом например или еще что то то есть так то тема которая нам может быть интересно и мы выхватываем начинаем быстренько по ней работать вот собственно говоря все 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 инструменты которые ну без которых сегодня трудно представить просто работу в современной редакции я не знаю возможно тут есть кто-то кто скажет еще какие-то инструменты которые вас используются и возможно просто я допускаю что мы мы можем чего-то не знать и вот у вас есть какой-то инструмент есть какие-то инструменты которые вы используете в работе не из тех которые здесь названы у вас туда нет я думал вы руку подняли просто хорошо ну что тогда давайте пожалуйста две минутки на вопросы если у нас есть какие-то вопросы и приступим просто к практике тогда есть вопросы давайте пожалуйста подумайте подумайте потому что сейчас будет практика и уже будет не до вопросов в общем то вот смотрите вы говорили о том что текст не нужно привязывать к видео точнее сказать как это должен быть дополнением правильно то есть не дублировать например текст видео но если мы говорим о том что мы этот контент готовим конкретно сразу для нескольких платформ то есть для соцсетей для своего сайта то естественно что мы видео чтобы оно было понятно и чек не видит текстом понимал о чем речь поэтому у нас зачастую титры совпадают с текстом но в новости материале то есть вы надо вот это вот на одной платформе вы даете и тексты видео об одном и том же смотрите вот например если мы готовим например одно видео и она идет на сразу для нескольких платформ допустим для instagram да да например для нашего сайта да если то есть мы привяжем это видео к тексту то есть она без текста непонятно будет как мы тогда его разместим в соцсетях либо нам нужно готовить отдельные продукты но это опять то время ну смотрите если вы говорите о том что вы готовите видео вы же он наверняка переупаковываете для скажем инстаграма не всегда а не всегда то есть но может быть сразу готовим какое-то видео которое одно видео везде да но как бы в этом случае такой подход имеет право на жизнь если у вас очень мало ресурсов да скажем там но конечно надо стремиться к тому чтобы каждый каждый контент перед перед переупаковывать под платформу потому что то что работает в инстаграме совершенно точно практически не будет работать там в одноклассниках например взять совсем радикальный платформы для радикально противоположные она не будет работать поверьте то есть совершенно разная аудитория совершенно разный подход контенту и совершенно разные потребления стиле потребления контента совершенно раз истаграм это все время lean forward это всегда в пути где-то да со смартфона те же одноклассники это как правило расслаблены потребление потому что это бабушка или домохозяйка который сидит вечером после ужина насмотрела сериалов и теперь хочет почитать новости у нее есть для этого полчаса на примере система одна и та же но мы хотим от разной аудитории про эту тему то есть она важна допустим для всех но и поднести нужно по-разному да то есть вы имеете то что и титры нужно на видео поменять для одноклассники конечно конечно подачи совершенно однозначно потому что ну смотрите вот мы сейчас как раз этим займемся у нас практическое задание как раз этому посвящено это очень хороший вопрос что вы его задали очень здорово потому что мы должны как я уже говорил аудиторию разделить на сегменты то есть мы вообще как бы по-хорошему свою аудиторию над конечно знать я понимаю что это задача не из легких да но какое-то представление своей аудитории мы должны иметь иначе мы работать вслепую просто вообще ну как мы можем получить представление об этой аудитории это отдельный разговор как бы большой но самое очевидное это то что у нас все таки у всех есть так или иначе доступ к каким-то метрикам частности счетчик сайта да хотя бы современные счетчики сайта тоже яндекс метрика например показывает практически все пользователи кто-то пользуется ну вот яндекс метрикой скажем кто-то имел опыт работы с вот я вижу там да ну чтобы вы понимали яндекс метрика это счетчик который устанавливается на ваш сайт например если речь о сайте данном случае ну инстаграм тоже свою статистику дает и фейсбук дает статистику все дают статистику но яндекс метрика дает настолько подробную статистику что она показывает не только откуда пришел читатель скажем да и сколько времени провел на сайте она показывает его операционную систему то есть мы сразу видим что у него там смартфон такой-то или у него компьютер с windows 10 или у него windows vista и мы можем уже получить представление до небольшое человеке там моего продвинутости еще о чем-то об уровне доходов то есть она показывает половые различия показывает возрастные различия что самое интересное она показывает все все движение пользователя по вашему сайту вот от и до там есть такая штука веб-визор то есть как бы вы смотрите как по телевизору как вообще человек передвигается по вашему сайту это потрясающая вещь если бы у нас было время вам показал это можете сами поэкспериментировать дома в этом залипните я думаю на несколько часов потому что вы будете смотреть вообще как люди заходят на что нажимают где они задерживаются где они быстро выбегают с вашего сайта какие публикации заинтересовали какие нет и так далее я хочу сказать что в принципе было бы желание получить информацию вашей аудитории мы можем с помощью счетчиков с помощью тех же статистики фейсбука инстаграма одноклассников и прочих наших платформ мессенджеры все в принципе везде можно что-то получить и когда мы это все сегментируем мы понимаем примерно что у нас вот столько-то людей вот инстаграме seat только это сидит в фейсбуке столько то примерно сидит танто и так танта tonight и мы конечно же пере упаковываем вот возвращаясь к вашему вопросу да это лирическая ступление было переупаковываем все весь наш контент совет зависимости от потребности нашей аудитории если вы говорите что вы готовите видео до то одно и то же видео конечно лучше переупаковать для инстаграма вынести на перед то что будет интересно вашей молодой аудитории что-то яркое action да например для думающей аудитории там которая может не спеша потреблять ваш контент там тот же facebook да например то вы конечно можете начать с какой-то яркой цифры или еще с чего-то то есть и все за вы можете те же кадры по сути речь идет об одних и тех же кадрах но вы их просто переупаковывается соответствующим образом до меняете немножечко вот сам порядок порядок этих кадров вот еще есть вопросы какие-то все давайте тогда приступаем к нашей практике